Сегодня необычный день. Сегодня 28 июля. И сегодня моей мамочке Инну Владимировну Макаровой 90 лет. Инна Макарова человек, который на протяжении всей жизни радует зрителей своими ролями в кино. А их у нее накопилось более полусотни. Это женщина с удивительным жизнелюбием и неугасаемым душевным теплом. Когда она только появилась в зале, люди одарили ее бурными аплодисментами и овациями и встречали стоя. Желаем, чтобы Инна Владимировна радовала нас, потому что когда она сегодня вошла в зал, у всех пошли мурашки. У всех были слезы на глазах от радости, что мы увидели замечательную артистку Советского Союза, легенду, красавицу и замечательного человека. Нежная и зажигательная, обворожительная, веселая и дерзкая одновременно. Именно такие образы героинь ей удалось сыграть за многие годы работы в кино. Все картины с участием Инны Макаровой составляют золотой фонд отечественного кинематографа. В профессии она оказалась большой счастливицей. К ней рано пришла популярность и зрительская любовь. Слава и успех, казалось, шли за ней по пятам. В адрес народной артистки СССР пришло множество поздравительных телеграмм от коллег, друзей и первых лиц страны. Вадим Владимирович Путин поздравил актрису театра и кино «Народную артистку СССР» Инну Макарову с юбилеем. В поздравительной телеграмме в частности говорится. С вашим именем по праву связывают богатейшую палитру актерских работ, ставших подлинным эталоном мастерства и классикой отечественного кинематографа. Коллеги и зрители ценят и искренне любят. Членом правления гильдии актеров, конечно же, была Инна Владимировна Макарова. Сколько она тогда сделала для актеров, которые порой просто нуждались в том, чтобы были деньги на еду. Актеры театра «Бэмби» представили на сцене картину поступления в ВУЗ молодой Макаровой. Училась Инна Владимировна на знаменитом в ГИКовском курсе Сергея Герасимова, который со своими студентами-третьекурсниками поставил «Молодую гвардию». Любка Шевцова – ее дебютная роль в кино. Картина вышла в «Лидеры проката». В первый год ее посмотрели более 70 миллионов зрителей. Не менее яркая роль Инны Макаровой в фильме «Высота» в лирической паре с Николаем Рыбниковым. Смешная, бойкая, трогательная. На огромной высоте строящегося здания, без страховки и без дублера, отплясывает и поет лихие частушки. Незабываемые ее героини в фильмах «Женщины. Дело Румянцева», «Безответная любовь», «Девчата», «Женитьба» Бальзаминова. И все они по-прежнему любимы зрителями разных поколений. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».